Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И братья наши мусульмане и православные, мы все должны друг другу помогать и идти в одном нашем российском государстве. С магией всем Господь и Матери Божией. С миром и с Богом. С этой отправкой 27 молодых людей из Кумертау и Кургазинского района пополнят ряды вооруженных сил. Служить ребята будут целый год. Согласно плану перевозок, непосредственно у нас в этот день уходит 27 человек. Ребята убывают на республиканский сборный пункт. По прибытию также они проходят плановую медицинскую комиссию, медицинское свидетельство. После этого их формируют в команды и готовят уже к отправке войсковые части. Ребята уходят в вооруженные силы Российской Федерации. Это сухопутные войска, водители медиатори, специалисты, которые получили военную учетную специальность в нашей автошколе ДСАФ и войска МВД спецназ. Начальник отдела военного комиссариата Рамиль Хайрудинов по традиции пожелал новобранцам отличные службы. Самое главное желаю хорошей службы, чтобы они за год окрепли физически, освоили технику вооружения, на которой они будут проходить службу. Мы через год вернулись в свой родной город и продолжали Кургазинский район. Продолжали трудиться на благо представления нашего города, республики и Кургазинского района. После напутствия призывники отправились на сборный пункт. Впереди их ждет распределение по воинским частям России. Всего в нынешнюю призывную кампанию ряды российской армии пополнит 150 наших земляков. Осенний призыв продлится до 15 декабря. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Прокуратура Планова проверяет исполнение законодательства в сфере долевого строительства. Нарушения в этой сфере наверняка есть. Подробности нам расскажет старший помощник прокурора города Кумертау Людмила Воробьева. Она у нас на связи. Людмила Викторовна, здравствуйте. Известно, что в Кумертау при строительстве многоэтажного дома подрядчик допустил нарушение. Расскажите, пожалуйста, о подробности. Здравствуйте. В результате проверки установлено, что на территории города Кумертау при строительстве 33-х квартирного жилого дома муниципально-монетарным предприятием «Стройзаказчик» осуществлялось привлечение денежных средств граждан. При этом было выявлено, что 7 договоров, которые были заключены с гражданами об участии долевого строительства, не прошли государственную регистрацию, как того требует закон. Установлено также, что организация, осуществляющая строительство, не смогла осуществить данные действия, так как не обеспечила соблюдение и исполнение обязательств, то есть не подтвердила свою деятельность банковской гарантией либо заключением договора гражданской ответственности рисков, которые могут возникнуть при неисполнении обязательств перед гражданами, которые внесли денежные средства на строительство квартир для себя. Да, понятно. Какое наказание последовало? По результатам выявленных нарушений прокуратурой города внесено представление в организацию, которая устранила допущенные нарушения в отношении семи граждан, которые заключили договоры участия долевого строительства с указанной организацией на сумму более 10 миллионов рублей, и договоры участия долевого строительства прошли государственную регистрацию, чем восстановлены их права на последующее получение жилья. Спасибо. Напомню, на связи с нашей студией была помощник прокурора Людмила Воробьева. Она рассказала о проверке исполнения законодательства в сфере долевого строительства. Продолжаем выпуск. 10 ноября российская полиция отмечает свой главный профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел. О сотрудниках и работе Кумертовского отдела внутренних дел расскажет Константин Меркушев. Если театр начинается с вешалки, то полиция – с пульта дежурной части. Именно сюда поступают звонки от граждан. Именно отсюда начинается многоэтапная работа по раскрытию преступлений. Здесь служат профессионалы, перед которыми стоят сложные задачи. Они должны отлично ориентироваться в потоках информации, безошибочно и практически моментально принимать решения. Времени на раздумье практически нет. Ведь, возможно, там кто-то ждет помощи. Полицию очень много за сутки поступает звонков. И на каждый из них сотрудники органов внутренних дел обязаны реагировать. Поэтому полицейские воспринимают без юмора звонки маленьких детей, желающих побаловаться или телефонных хулиганов. Ведь пока дежурный занят ими, тот, кому помощь действительно необходима, может не дозвониться. Здравствуйте, полиция. Откройте, пожалуйста. На сегодняшний день сотрудники органов внутренних дел улучшают показатели раскрываемости преступлений. Так, например, удалось сократить общий массив зарегистрированных преступлений на 16%. Из них тяжких и особо тяжких преступлений на 19%. Раскрываемость убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью составляет 100%. За сухими цифрами статистики стоит титанический труд всего нашего коллектива. И прежде всего тех профессионалов, кто раскрывает и расследует преступления. Занимается их профилактикой. Сотрудники отдела достойно выполняют свой долг, обеспечивая законность и правопорядок. Выражаю большую признательность нашим соратникам, руководителям и сотрудникам силовых структур города. За благотворное сотрудничество в общем деле борьбы с преступностью. Сотрудники органов внутренних дел выслеживают преступников, участвуют в опасных погонях. Во многом от их профессионализма, правильных и быстрых действий, зависит судьба потерпевших. Поиск и задержание правонарушителей и успех в раскрытии преступлений – это тоже заслуга органов внутренних дел. С профессиональным праздником День сотрудника органов внутренних дел поздравил начальника дела МВД России по городу Кумертау Марсель Абзалилов. Искренние слова признательности хочу сказать нашим семьям, нашим родителям. Это и ваш праздник тоже. Поздравляю вас и желаю вам любви, семейного тепла, чтобы ваши отцы, мужья, жены, дочери и сыновья всегда возвращались домой. Живыми и невредимыми. Спасибо вам за ваше терпение, поддержку, за надежный тыл. И, конечно же, сегодня я поздравляю весь личный состав отдела Министерства внутренних дел России по городу Кумертау с нашим профессиональным праздником. Благодарю вас за службу, искренне желаю семейного благополучия, уверенности в своих силах, стойкости духа, оперативной удачи. Служите с честью, будьте достойными высокого звания сотрудника органов внутренних дел. Ну а тем временем в Центре детского творчества открыли очередной сезон интеллектуальной игры «Брейн Ринг». В отборочном туре студенческой лиги участвовали пять команд из городских колледжей и университетов. Интеллектуальная игра «Брейн Ринг» проводится в нашем городе шесть лет. В год проходят две лиги. Весной соревнуются школьники, в осенних играх студенты. Организаторы «Брейн Ринга» — молодежно-подростковый центр самоцветы. В год российского кино темы игр посвящены всем аспектам кинематографа. Вопросы разделены на более узкие, но очень интересные темы. Мультипликация, история кино, художественные фильмы, актеры и Великая Отечественная война в кино мы тоже выделили как отдельную тему. Но мы надеемся, что профессиональные учебные заведения покажут хорошие знания. Они готовились, они все штудировали энциклопедии, википедии, интернет и так далее. На предварительном этапе команды встретились в первый раз. Методом жеребьевки они были разделены попарно, а капитаны получили специальные удостоверения участников. Организаторы игры подготовили вопросы о советском военном кино, актерах и даже отечественных мультфильмах. По правилам игры «Брейн Ринг» участники команды должны как можно быстрее определиться с правильным ответом, который задает ведущий, и нажать первыми кнопку. Время пошло. После на размышления дается одна минута. Каждая игра идет до трех набранных очков. Ребята хорошо подготовились и показали интересную интеллектуальную игру. Команда очень умная. Девочки все начитанные, все хорошие. Они практически сами все подготовили. Мы потом все вместе пришли в свой колледж. Там все поделились тем, что друг другу каждый нашел. Все это друг другу рассказали, запомнили. И таким образом мы выиграли. «Брейн Ринг» сложная интеллектуальная игра. Участниками ее становятся лучшие студенты. Это те учащиеся, которые хорошо ориентируются в таких предметах, как литература и история. Несмотря на тщательную подготовку, игра не всегда проходит удачно. Но участники команд с достоинством принимают поражение. «Несмотря на то, что проиграли, я очень горжусь своей командой. Проделали достаточно сложную работу. Ребята молодцы. Тем более, как капитан, мне было приятно с ними поработать». На данном этапе в полуфинал вышли три команды. 16 ноября пройдут завершающие игры, где определится финалист Лиги студентов. Команда, которая сразится с победителем весенних игр Лиги школьников. Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин